В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Лучший предприниматель 2023. Итоги городского конкурса подвели в Доме ученых. Огненное письмо «Ростовская финифть» 19-21 веков. Новая выставка открылась в городском музее. История о том, как увлечение сделать профессией. Сергей Кузнецов раскрыл секреты профессии горного спасателя. Далее расскажем обо всем подробно. Итоги ежегодного конкурса «Лучший предприниматель 2023» подвели в Доме ученых. Специалисты в сфере рекламных услуг и общественного питания. Собственники салонов красоты, представители эвент-индустрии. За звание лучшего боролось 120 предпринимателей. Конкурс «Предприниматель года» в Сарове проводится в 12-й раз. В День предпринимателя традиционно подвели его итоги. На торжественном мероприятии в Доме ученых собрались специалисты в сфере рекламных услуг и общественного питания. Собственники салонов красоты, представители эвент-индустрии и другие бизнесмены. Поздравить предпринимателей с праздником пришли первые лица города. Поздравляю вас с вашим праздником. Знаете, всегда восхищался предпринимателем, уникальные люди, владающие каким-то невероятным набором качеств таких личностей. Это смелость, это упорство, это невероятная работоспособность, это желание преобразовать как-то мир вокруг себя. То есть это далеко не каждому дано. В этом году в конкурсе приняли участие более 120 предпринимателей. Зрители и экспертный совет выбирали лучших в восьми номинациях. Предпринимательство это то сообщество, которое вносит неоценимый вклад в развитие экономики, в развитие социальной жизни нашего города и вообще в принципе России. Наш президент уже давно и много говорит и все правительство о том, что предпринимательство это что называется вектор развития нашей страны. Да, это и налоговое отчисление, и создание рабочих мест. И предпринимательство, в том числе у нас в Сарове, создает те условия, которые не может создать в какой-то степени муниципалитет. Дополнительные услуги, дополнительное образование, дополнительные рабочие места, опять же, предпринимательство это крайне важно для страны и для всех. В честь Дня предпринимательства благодарственными письмами администрации города отметили и те компании, которые в этом году отмечают юбилей. Каналу 16 в 2023 исполняется 30 лет. 2 ноября 1993 года канал был официально создан. Первая передача в эфир вышла спустя чуть больше трех месяцев, в феврале 1994. Это повод дважды отметить день рождения первого Саровского канала. Хочется вспомнить тех людей, которые стоят у истоков этой организации. Это Владимир Ильича Нижегородову, один из шести учреждителей, многие его, наверное, знают. Салинкина Владимир Ильича, первый директор ЦК КПН. На самом деле очень много людей прошло через наш канал. Много журналистов, операторов, технических специалистов. Многие из них до сих пор работают в международных сферах и многие здесь присутствуют. Ну и возвращаясь к сегодняшему людям, хочу сказать, что телевидение в этом плане не стоит на месте. Мир меняется, да, мы все прекрасно понимаем. И как раньше был эфирный телеканал, сегодня мы приспосадуемся, строим социальный телеканал. Для гостей вечера организаторы подготовили яркую творческую программу. Творческое объединение своим волонтерского движения «Золотые руки ангела» продолжает шить для фронта. Сейчас добровольцы делают пятиточечники, маскировочные сети, дождевики, балаклавы, набор сухих душей и сухих супов. Как сыровчане могут помочь объединению, расскажем далее. В швейной мастерской волонтерского движения «Золотые руки ангела» кипит работа. Добровольцы продолжают уходить на фронт, поэтому изделия сыровских мастериц разлетаются очень быстро. Шьют с утра до вечера. Сейчас волонтеры изготавливают дождевики, пятиточечники, балаклавы, эвакуационные стропы. Также в процессе работы швей готовят теплые вещи на будущее – толстовки, лангсливы, жилетки. Волонтеры разрабатывают и маскировочные сети. Нам нужны руки, ручки ваши «Золотые», которые плетут сами на шлемнике. Это плетется крючком. Сетка в виде столбиков по круговому, по кругу. Сетка в виде шапочки, достаточно крупными ячейками, а потом оплетается кусочками маскировки. То есть в качестве маскировки используется спонбон или любые вот такие вот камуфляжные ткани. Работы в швейной мастерской хватает всем, ведь кроме раскроя и пошива нужно резать и обжигать стропы, утюжить ткань. Также можно помочь с уборкой или собирать сухой душ. Набор сухого душа состоит из губки, пропитанной специальным гипоаллергенным моющим средством, и салфетки. Чтобы помыться, бойцу достаточно всего полрюмки воды. Смывание средства не требует. Такой душ удобен в полевых условиях. Приходят участвовать и дети наших швей. И просто люди неравнодушно присылают ребятишек, которые с удовольствием приходят, нам помогают. И нарезают стропы, и липучки, и скрепляют, и сшивают, и собирают изделия. И сами люди, которые даже многие приходят и говорят, что не умеют шить, немножко поработав на сборке вещей, поняв, чем мы здесь занимаемся, они с удовольствием садятся на машинки. Еще волонтеры разработали сухие супы, и их уже оценили на фронте. Это не только быстро и удобно в нелегких условиях, но вкусно и сытно. Маленькие пакетики рассчитаны на 2-3 порции. Есть различные виды супов. Морщ с мясом, рассольник, чечевичный с сухариками, щи. Волонтеры также ждут всех желающих заготавливать суповые наборы. Грузы у нас тоже идут регулярно. Мы уже более 30 машин отправили с нашими гражданами, потому что мы от себя не всегда отправляем машину, но мы присоединяемся к отправкам, которые происходят у нас в городе. Регулярно мы отправляем в госпиталя помощь, в Рязанский военный госпиталь направляем помощь, в Мулино мы направляли, и сейчас еще у нас собирается поездка в Мулино. В ближайшее время мы надеемся. В творческом объединении своим также необходима и мужская помощь. Мастерская работает и выдает помощь по будням с 16 до 20 часов. Контактный телефон 8-952-475-95-70. По детскому телефону доверия, 8-800-200-01-22 несовершеннолетний может получить консультативно-психологическую помощь при возникновении любой сложной жизненной ситуации, сообщает Муниципальное управление МВД России по ЗАТО Саров. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Внеочередной индексации пенсии в июне, как в 2022 году, не планируется, так что летнее повышение ждет лишь пожилых людей, которым в мае исполнилось 80 лет. Напомним, что размер социальной пенсии для такой категории увеличивается вдвое. Также произведут перерасчет тем пенсионерам, которые работали на заслуженном отдыхе. Но весной завершили трудовую деятельность и представили в Социальный фонд России документы, подтверждающие дополнительный пенсионный стаж. Нижегородская область вошла в десятку самых эффективных регионов страны по введению лесного хозяйства. Самое успешное направление региона – воспроизводство и защита лесов. В среднем за последние пять лет в Нижегородской области восстанавливают около 14 гектаров леса ежегодно. Всего работу оценивали по 36 критериям – от финансовой стороны до охраны от пожаров. Наш регион не покидает топ-10 по эффективности ведения лесного хозяйства с 2019 года. Охоту на чаек официально разрешили в регионе. Это позволит оперативно ликвидировать очаг грипа птиц среди озерных чаек в Шарангском муниципальном округе. Депутаты законодательного собрания внесли соответствующие изменения в закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Нижегородской области. Решение принято после консультации со специалистами. Это опасное заболевание поражает птиц в дикой природе и поголовье птицеводческих предприятий. Но еще оно опасно и для человека. От икон и образов XIX века до бытовых аксессуаров и ювелирных украшений последних двух столетий в городском музее прошло открытие выставки «Огненное письмо. Ростовская фенифть XIX-XXI веков» Государственного Ростова Ярославского архитектурно-художественного музея-заповедника. Подробности далее. Изделия с миниатюрной живописью по эмали, которые в веках сохранили первозданную яркость красок и прочность блестящей поверхности. Они ценились на Руси наравне с золотом и серебром. Ростовская фенифть – народный художественный промысел. Значительная часть коллекции Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль» приехала в Саров. Фенифть – это наш местный художественный промысел. Если говорить о Нижегородской области, то известная Нижегородская резьба, городецкие пряники, городецкая роспись. А у нас ростовская фенифть. Что это такое? Это роспись по эмали, тугоплавкими, огнестойкими красками, почему и называется «Огненное письмо». На выставке в городском музее представили более 200 музейных предметов. Экспозиция ознакомит с историей развития промысла, разнообразием его изделий. От икон и образков XIX века до бытовых аксессуаров и ювелирных украшений последних двух столетий. Основная часть выставки – шкатулки, коробочки, украшения, расписанные в различных жанрах – историческом, батальном, лирическом, фольклорном и бытовом. Нашу живопись можно, ну не можно, а нужно считать миниатюрной, потому что пишутся произведения тончайшими беличьими кисточками, в которых остаётся специальный художник, выщипывает волосики из кисточки, остаётся один, два, три волоска в зависимости от того, что конкретно он будет изображать. Особняком экспозиции стоят фотографии с изображением видов Ростова-Великого. Открыли выставку «Огненное письмо. Ростовская финифть 19-21 веков» музыкальным выступлением. На торжественном вечере присутствовали сотрудники Ростовского музея. Закрытый город показался им тёплым и радушным. Мы в восторге от вашего города, хотелось бы здесь остаться, потому что очень приятно, очень светлые лица шли по городу, и все светлые, интеллектуальные. В магазине никто не грубил, не хамил. Приятно ходить по городу, получали невероятное наслаждение и, наверное, какая-то благодать у вас. Посетить выставку можно в часы работы городского музея. Возрастное ограничение 6+. От мечты к цели. История о том, как увлечения сделать профессией. В Пушкинке прошла встреча с тренером-преподавателем по спорту, добровольным помощником горноспасательных отрядов, работающих в прельбу Руси, Сергеем Кузнецовым. Юным слушателем гость библиотеки раскрыл секреты профессии горного спасателя. Подробности далее. Сергей Кузнецов ходил в горы с родителями ещё в детстве. Потом хорошую альпинистскую подготовку получил в спецподразделении ВДВ. Эти знания стал применять в тренерской деятельности по скалолазанию и горному туризму. Несколько раз Сергей восходил на Эльбрус. Также он регулярно выезжает в горы вместе с горноспасательными отрядами, которые работают в приэльбрусе. Очень часто люди не оценивают свои возможности. Выходят очень часто соло восхождения. И при непогоде теряют назад тропинку, выходят на обрывы, выходят на трещины. Вот это основное, в общем-то, происходит переохлаждение. Вот здесь наша возможность, насколько можно быстрее прийти на помощь. Сергей подчёркивает, что горные спасатели должны обладать сильным, смелым и стойким характером, уметь преодолевать страх и нерешительность. И именно об этих качествах гость рассказал на познавательной встрече в библиотеке имени Пушкина. От мечты к цели. История о том, как увлечение сделать профессией. Сергей Кузнецов рассказал о себе. Раскрыл для ребят некоторые секреты профессии горного спасателя. Вместе с залом тренер-преподаватель проразмышлял о том, как связаны навыки скалолазания и защиты Отечества. Вспомнили легендарный альпийский поход Александра Суворова. Также гость показал юным зрителям альпийское снаряжение. Я узнал, что самая высокая гора – это Эльбрус. Сколько там станции МЧС. Как переправляться с горы на гору. Я узнал, что в тросе, в таком тонком, много тоненьких ниток. И он может выдержать 200 килограмм. Ребята удивлялись тому, что, оказывается, навыки горных спасателей могут пригодиться и в обычных гражданских профессиях. Например, для промышленных альпинистов или электромонтажников-высотников. Больше всего ребятам понравилась практическая часть. Сергей Кузнецов показал школьникам простые и полезные приемы, которые могут пригодиться в чрезвычайных ситуациях. Объяснял школьникам, как работает тело человека и как оказать первую медицинскую помощь. Я узнал, что, ну, как мерить пульс, как можно, ну, какие средства используют для того, чтобы, ну, переправить человека, допустим, с горы вниз, как можно защититься от какого-то падающего препятствия. Познавательная встреча прошла в рамках проекта «С русским воином через века» при поддержке конкурса «Православная инициатива». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА